Ассаламу алейкум, гурмиты да стар, наурус мирам и кутыблсын. Всем привет, дорогие друзья, это блог-влог-шоу программа проект номер один о хоккее Казахстана, головой облёт, и всех вас поздравляю с самым потрясающим весенним праздником, который объединяет нашу страну. У меня для вас новая крутая заставка по случаю праздника, и вот внимательно, прямо сейчас, сядьте к самому крутому телевизору, который есть у вас, показывающему формате исключительно в Full HD, поставьте качество 4К, ну или что там сейчас максимальное, 10К, я не знаю. Наденьте очки от загара, чтобы не ослепнуть от этой божественной красоты. Вы готовы? Тогда смотрите. Я вообще не знаю, вы в себе ещё после увиденного? Удивительно, если честно. Это как-то восьмое чудо света. Пока сейчас вы будете подписываться на все аккаунты головой облёт в социальных сетях, а мы есть в Инстаграм, напоминаю, ВКонтакте, у нас очень хорошая, интересная группа, а также на Ютуб-канал обязательно подписывайтесь. Вот все адреса, если вы ещё не подписаны, исправляйтесь. И вот пока вы будете подписываться, я расскажу вам, о чём сегодняшний выпуск. Борис уже по традиции с первой весенней отепелью пакует чемоданы. И интересно, зачем был нужен Даррен Дитс, если единственные медали системе принесёт их молодёжная команда? Европейский конфуссор Арки. Как так получилось, что доминирующий чемпион Казахстана не смог завоевать золото континентального кубка, когда всё было в их руках? Также в объективе головой облёт самая зажигательная пара нашей лиги. Герман Шапарев и Стас Петросян откроют шокирующую тайну. Шапарь – это моя вторая половинка. Ну что же, Борис ожидаемо попрощался с плей-офф в 1-4. Миталург идёт дальше. Ну, признайтесь, не было ведь такого, что вы не могли поверить своим глазам, плакали на стадионе или у экрана и обращались к небесам, как это могло случиться. Все знали, потолок Бориса – это первый раунд. Или вы реально верили, что Юрий Михайлис овладел какой-то секретной техникой работы? Нет. К нему претензий-то и нет, по сути. Он работает, исходя из своих навыков и возможностей. Да и Юрий Михайлис, надо признать, уже не в том возрасте, чтобы вот за короткий срок вырваться в топы тренерского ремесла. Чтобы вот прям вот так, по щелчку это сделать. Ему для этого хотя бы нужно ездить в зарубежные клубы, стажироваться там, увидеть настоящий хоккей. Ну, а пока он лишь может как батя направлять ребят. В общем, откровенными мальчиками для битья Борис и не был. Проиграл не в сухую в серии. Но и чего-то качественно нового по сравнению с прошлыми сезонами мы тоже не увидели. Такой вот, знаете, перманентный застой. Команду-то самое главное подготовили хорошо. Ну, не знаю, что ли, критики, критики. Ну, критикуйте, что ли, ему ответить. В этом весь старый добрый Юрий Михайлис. Человек, он очень обидчивый, я-то знаю. Поэтому критиков своих не любит. Но головой об лед ведь хоккейный друг, а не критик. Юрий Михайлис это отлично знает. Тренер в итоговом интервью сказал, что подготовил команду хорошо. И вы это слышали. Но здесь немного неясно. Все-таки тренер отвечает за подготовку или за конечный результат. Мне кажется, за все вместе. Или как раз-таки по-последнему и определяется то, как он подготовил команду. Это же логично. Ну, как бы СРРК, к примеру, не может ставить себе в плюс то, что не завоевала континентального кубка, но при этом была подготовлена очень хорошо. 600-миллионный в теньговом годовом эквиваленте Даррен Дитс был отпущен с такого конского контракта после январских событий в стране. Сделать это надо было все-таки ранее, на мой взгляд. Значительно ранее. А денежку сэкономленную, по мне, надо было направить на развитие инфраструктуры. В тот же город Садпаев, например. Откуда сейчас много воспитанников катают за систему Бориса. Ведь был Дитс в составе, не было его там. Честно, на результате это никак не сказалось. И даже бы теоретически не сказалось. Но может быть лояльность болельщиков. И медиадвижуха в клубе подзатухла без него. В первую очередь мы хотим сохранить тройку Михалец, Волк и Лилия. Ну и остальные, естественно, казахстанских хоккеистов. На данный момент пока никаких ведется переговоров, потому что действующие контракты действуют. Поэтому пока надо подождать до конкретных решений. И что будет дальше с лигой или с нами. Но мы как оставались членами Кандидатальной лиги, так и пока остаемся. Борис до пандемии, до январских событий и снятия патронов со своих постов был дорогущей игрушкой. Даже Борис Иванища в интервью это косвенно подтверждает. Сейчас команда начинает реальную, конкурентную жизнь. Нет, покровители также и остались. Финансирование есть. Спонсорам сказали продолжить работу. Но мозгами боссам Бориса на своих местах сейчас придется шевелить значительно больше. Раньше за них ответственные шаги делали другие. А теперь даже банально пути поставки, экипировки и другие логистические моменты придется решать самим. Легионеров зафрактовывать тоже придется теперь по другим, новым схемам. Старые больше не работают. Никита провел хороший сезон, но, как сказал Борис Анатольевич, руководство в Борисах хочет сохранить тройку. Эта тройка очень нужна команде. Я думаю, все будет зависеть от руководства, насколько подпишет. Тем более, Никита, как я знаю, еще год, да, Раджи принадлежит, да, Борису. Так что этот вопрос, наверное, все-таки и ко мне. Но скажу, что хороший сезон провел, почему нет, возможно, и смена. Кому сейчас реально не позавидуешь, так это Никите Михайлису. Нет, с деньгами у него все нормально. Статус есть, красивая жизнь, элементы роскоши и внимания публики. Все это в достатке. Но просто представьте, то коронавирус, то разборки России и Украины. Что дальше? Луна поменяет угол наклона и океаны затопят континенты. Парень все никак не может попасть за океан. Сейчас это будет сделать значительно сложнее. Даже чисто логистически. Визовые моменты, опять же. Бояльский мусоров уже укатили, а у Никиты годики-то капают. Ох, как хочется лично мне, чтобы парень сиял за океаном. Очень хочется. Ну что, друзья, срочно пишите в комментариях. Отпускаем Никиту в США или нет? А также перестал ли Борис быть дорогущей игрушкой и встал на самостоятельные рельсы? Или все так же будет зависеть от чуждых хоккея людей? Жду ваших мнений. Патрон сырой арки выглядит очень свежо. Сгорело и бодро. Настроение вроде тоже в порядке. И тем удивительно, что карагандинцы не привезли домой континентальный кубок. Вторыми в истории после Орлана. Я до сих пор, честно сказать, в небольшом шоке. Все говорило, что сырой арка сделает это. И вроде на хоккейного бога, как в торпедо, они никогда не списывали неудачи. Так что же пошло не так? Трудно сказать. Тренер топ-уровня, хоккеисты молоды и голодны, деньги есть. Возможно, это просто эффект одного конкретного матча. Ведь по сути проиграли они лишь в одной игре. И именно она стала решающей. Это лишний раз доказывает, что европейцы умеют более профессионально настраиваться на конкретные игры. Вспомните хотя бы сборную Польши, которая не пустила Казахстан на Олимпийские игры. Просто безумие. Серебряная статуэтка вместо золотой салатницы. Обидно. Это явно не то, на что реально могли рассчитывать такая команда. И радоваться такому успеху все равно, что радоваться разгрому Алтай-Торпедо в 1-4 плей-офф Казахстанской лиги. Со счетом 33-2. Для Сарарки не солидно. Они могут больше. Повторюсь еще раз, намного больше. А я знаю, почему Сарарка не выиграла золотую салатницу. Потому что меня там не было. Программы головой об лед там не было. Вот с Орланом во Франции и в Ирландии я был. И вот она историческая победа. Я, как и пацаны из Кокшетау, держал этот трофей в руках. Это осталось в истории. На YouTube-канале Головой об лед два больших документальных фильма. Срочно посмотрите или пересмотрите, если вы уже видели. Головой об лед всегда приносит удачу. Я хочу лишний раз напомнить вам, что обязательно следует подписаться на YouTube-канал Головой об лед. Здесь всегда интересные выпуски, репортажи, анонсы, расследования и интервью. Также милости просим вас на страницу Головой об лед во Вконтакте. Да-да, это соцсеть еще жива. И здесь тоже интересно. Ну и, конечно, третья подписка должна быть на Instagram-страницу. Здесь происходит живое общение с любителями и звездами казахстанского хоккея. Алтай Торпеда уже попрощалась с турниром. Возможно, близок черед вылета и Торпеда. На момент записи программы они горят на Маду с отсчетом серии 1-3. Но не сказать об этой паре, зажигавшемуся в Каменогорске, я не могу. Добрый, уважительный, талантливый парни на льду и за его пределами. Эксклюзивно в программе Головой об лед. Стас Петросян и Герман Шапарев. И да, вот про Стаса Петросяна я хочу сказать отдельно. А то сейчас ведь налетят люди, хейтеры, будут вспоминать ему прошлый грешок, так сказать. Но я хочу отметить, что Стас Петросян после того момента, я уже говорил об этом в программе Головой об лед, и извинился публично сам. Клуб принес извинения. Много Стас Петросян в медийном плане сделал положительного. И я заметил, что в некоторых городах Казахстана он даже дарит детям клюшки. Ну, красавчик ведь, он пытается медийно себя вот так превознести. И уже многие даже забыли все эти косяки и прочую ерунду. И реально, ну, как не простить такого добряка? Ну, по мне просто вот кто до сих пор вспоминает эту историю там в комментариях. А такие были. Вот даже в прошлый раз, когда я написал про Стаса, что вот он молодец, медийно начал исправляться. Многие там прилетели в комментарии и написали, ай, ты что там его поддержишь и прочее. Но я еще раз повторюсь, в отличие от определенного клуба из молодежки, например, да, Стас, говорю, извинился сам публично, клуб принес извинения. Ну, и, в общем, много чего он сделал в медийном плане. Давайте посмотрим интервью. Ну, не успел закончиться матч, и я видел, когда ты выходил, ты подарил ребенку клюшку. Что за позитив, что за милота? Расскажи. Да, ну, ребята попросили автограф, сфотографироваться. Ну, попросили, маленький пацан какой-то попросил клюшку. Ну, вроде, как бы, ничего страшного, типа, для меня, но для ребенка большое счастье. Я, как думаю, так же я в детстве бегал, выпрашивал, и, как бы, когда дарили, у меня эмоции зашкаливали. Ну, ничего, такой маленький подарок ребенку сделал, как бы, ничего страшного. То есть на льду все думают, что такой жесткий-жесткий, а ты, кажется, добряк-то по жизни? Ну, да, я вообще, как бы, самый добрый, я, как думаю, у меня много друзей в этой лиге, как бы, со всеми общаюсь, как бы. У меня нету злости вообще никому. Вчера ты, ну, да, забросил победную шайбу, но видно, что ты сегодня прям ждал Шапарева, да, чтобы вы с ним вдвоем тут делали дела. Ну, да, это вообще, вот, как бы, Шапарь, это моя вторая половинка, можно сказать, как бы, я создаю, а он, как бы, забивает все, что нужно, я думаю. Ну, типа, я рад, что такой напарник у меня есть, как бы, и пока то, что он здесь, я буду воспользоваться шансом, то, что, как бы, он забивает, а я могу отдать. А вот люди ломают голову, да, почему он ушел сбить Бориса, да, почему он оставил эту команду, а вот-вот ответ, из-за тебя он тебе вернулся. Ну, да, как бы, к бывшему партнеру вернулся, как бы, вроде тоже рад, как бы, и все хорошо у него. А кто станет чемпионом, твое честное мнение? Торпеда или Алтай-торпеда? После матча всех звезд, где мы с тобой виделись, да, и ты там был одной из центральных фигур, большое внимание у тебя со стороны СМИ было. Вот знаешь, я тебя вижу в чемпионате Казахстана, и вот у меня такое чувство, что ты, блин, вырос. Что сам скажешь? Да, ну, самые главные тренера, как перешел сбить Бориса, здесь доверяют. Очень много игрового времени, большинство. Партнеры у меня с молодежкой, мы знаем, кто куда. Стас мне всегда Андрей Логунов отдаст. Если у меня будет позиция выгоднее или даже не выгоднее, чтобы я специально бросил и реализовал свой момент. Вырос, я имею в виду, вырос из чемпионата Казахстана. Вот такой у меня был вопрос. Я не знаю, это ваше мнение. Заинтересованы будут клубы ВХЛ, будем рассматривать, будем дальше двигаться. Надо работать. Если я был на том уровне, значит, надо дальше снизу доказывать, доказывать, чтобы идти дальше, выше и играть в той лиге, где я себя нормально проявил, можно сказать. Головой облет писал с тобой интервью, когда ты только вернулся из Би-Бориса в Алтай, и ты сказал, что твоя задача именно игровое время и результативность. Как мы сегодня даже по одному матчу видим, что, в принципе, у тебя все идет нормально. Да, благодаря партнерам, тренерам, что они все большинство дают. Парни меня, ну, у нас специальный свет заготовки есть, что они меня выводят, и мне остается только попасть по воротам. Слушай, ну вот, я думаю, многих болельщиков интересует вопрос. А главное, это торпеда по-любому же заинтересован, чтобы ты тоже за них играл. Они тебя никак не хотят подключить или это твое желание остаться в Алтае? Нет, ну, я когда переходил, у нас была договоренность, что я прям до заявки туда перейду. Мне из многих клубов по Казахстану звонили. Звали, ну, у меня договоренность была с Усть-Каменогорском. Даже из России позвонили, когда я пришел подписывать контракт с Усть-Каменогорском. Но мне позвонили, вот, прям перед как пошел к директору подписывать, меня позвали в пару команд. И я просто не могу подставить руководство, потому что я у них вырос, можно сказать. Ну, я в Омске, конечно, вырос, но больший шаг мне дал Усть-Каменогорск в хоккей. Лучший тренер Казахстанской лиги прямо сейчас. Назови имя, фамилию. Фадеев. Не оставляйте этот выпуск без внимания. Обязательно поставьте ему лайк и оставьте в комментариях свои мысли по следующему выпуску, по этому выпуску. Да и вообще по любой ситуации пишите обязательно в комментариях. Подписывайтесь на социальные сети, головой облет. И не забывайте заходить на YouTube-канал, заходить в Instagram, заходить в ВКонтакте. И там тоже оставлять свои комментарии. Меня зовут Артем Буланов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok